С детства знакомые улицы и дворы обновились и похорошели. Большим достижением последних лет следует признать планомерную работу по взносу аварийного жилья. 36 семей из 68 переехали жить в новостройке, остальные взяли деньгами. 7 многодетных семей получили господдержку на приобретение жилья. Кроме того, 11 многоквартирных домов капитально отремонтировали. Но существует и проблема в данном направлении. В районе остро стоит и проблема переполненности школ. Причем настолько, что 65-я и 14-я гимназии могут перейти работать в три смены. К примеру, 65-я рассчитана на обучение 400 детей. В действительности там обучается 1100. Светлана Трифонова отметила, что еще хуже обстоят дела с детскими садами. В муниципальных дошкольных учреждениях нет мест, все резервы исчерпаны. Району необходимы 9 новых детских садов. И это несмотря на то, что работа в этом направлении активно ведется. В исполнении указов президента Российской Федерации, как уже было сказано, по обеспечению доступности детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием, в железнодорожном районе было создано 737 мест. Также был приобретен объект на 100 мест по улице Революции 905 года. И после реконструкции детский сад номер 51 микрорайона Кирзавод. Сегодня очень много идет кривотолков по этим двум объектам. Я хочу сказать, что объекты приобретены. Объекты сегодня готовятся к приему детей. Но необходимо снять некоторые технические моменты. Коснулись вопроса и сетей водоснабжения и водоотведения. Их износ составляет более 70%. В целом, в работе администрации железнодорожного района дали положительную оценку. Елена Власова, Жаргал Цариндашеев, Новости дня.